Электронное вручение повесток в России приравняет к вручению документа лично в руки, заявили в Госдуме. А удаление аккаунта в приложении Госуслуги, где происходит такая рассылка, будет считаться уклонением от службы в армии. Таким образом, официальная Москва стремится минимизировать процент уклонистов от службы. О новых и временами оригинальных методах мобилизационного набора далее в эфире. Удалить свой аккаунт в мобильном приложении Госуслуги теперь можно только через личный запрос в центре обслуживания. Кнопка на сайте была скрыта по требованию Минцифры. За день до старта весеннего призыва представитель Генштаба сообщил, что благодаря цифровизации военкоматов, их работники теперь будут оповещать граждан о призыве электронным способом. В то же время зампредседатель Комитета Госдумы по обороне Юрий Швидкин проговорился, что рассылка повесток через Госуслуги будет приравнена к личному вручению, а удаление аккаунта считаться уклонением. При этом действующее российское законодательство никаких электронных повесток не предусматривает. Сейчас повестка считается врученной только лично под роспись. В начале этой недели московские власти запустили специальный сайт «Горячую линию» и чат-бот в Телеграме для желающих пройти военную службу по контракту. Там заключившим договор обещают все возможные выплаты, в том числе от мэра Сергея Собянина, а также льготы членам их семей. По сообщениям СМИ, Кремль, похоже, временно отложил идею открытой мобилизации россиян и вместо этого прибегает к убеждению граждан служить по контракту. Наши собеседники, участвовавшие в организации мобилизации в сентябре прошлого года, не видят признаков приближающейся новой волны мобилизации. Вместо этого принято решение заманивать граждан на службу по контракту. По их словах, сейчас Минобороны выполняет обещанный в прошлом году министром Сергеем Шойгу план по постепенной замене мобилизированных контрактниками. И этим объясняется компания по привлечению на контрактную службу. В 2023 году Минобороны России планируют привлечь к такой форме службы 521 тысячу человек. Это на 116 тысяч больше, чем в последние довоенные годы. И хотя в отличие от мобилизации контракт оставляет некую свободу выбора, остаются уязвимые для принуждения к его подписанию люди призывники. От них поступает все больше жалоб. 6 апреля Госдума вернула во второе чтение законопроект об изменениях правил призыва в армию. Процедуры, которая не менялась десятилетиями. Год назад, в самом-самом начале войны, депутаты Батшумок намеревались поменять правила призыва на военную службу. Внесенный тогда законопроект обязывал призывников самостоятельно являться в военкомат без повестки. Депутаты незаметно приняли его во втором чтении за два дня до начала войны. А третье хотели провести в начале марта 2022-го. Возврат во второе чтение означает, что в документ могут вносить смысловые правки, утверждают эксперты. Речь может идти о тех самых цифровых повестках, а именно официальному приравниванию их к личной выдаче документа.